Одноэтажный дом с цокольным этажом в состоянии под чистовую отделку, то есть с электрикой, сантехникой, поштукатуренными и пошпаклеванными стенами. На 70% выполнено благоустройство земельного участка. А самое главное, что бюджет этого дома ниже стоимости трехкомнатной квартиры в нашем городе. Всем привет, меня зовут Евгений и это YouTube канал Дневник Строителя. Сейчас я для вас детально разберу вот этот одноэтажный дом, функционал его планировки, которая кстати подойдет большинству из вас. Расположен дом на земельном участке площадью 300 квадратных метров. Фасадная часть участка монолитная плита под зону парковки, на которой комфортно помещаются два автомобиля и остается место для газонов. Задняя часть земельного участка площадью около 80 квадратных метров рассчитана под зону отдыха. Бассейн, терраса с мангальным комплексом, ну и так далее. По периметру участка построен металлический забор с монолитной лентой фундаментов. Фасадный забор, кирпичные колонны с парапетами, металлический штакетник, установленный электро-ролл ворота. По периметру дома изготовлена монолитная отностка, то есть фундаменту ничего не угрожает. И в любую погоду можно комфортно перемещаться по земельному участку. По архитектуре у нас классический баварец, фасадный кирпич темного цвета с каменной крошкой, белыми швами. Как вы видите, классный контраст, ну и конечно же, наше фирменное круглое окошко, потому что что? У каждого дома должна быть своя изюминка. Данный земельный участок с уклоном, и здесь по умолчанию получался небюджетный фундамент, а точнее монолитный цоколь и его высота. Но в силу моего опыта было предложение доплатить денег и сделать цоколь еще повыше, что собственно говоря мы и сделали, но при этом мы получили дополнительную жилую площадь 27 квадратных метров. В цокольном этаже есть система теплого пола, электропровода, провода ТВ и интернета, вывод канализационной трубы, трубы холодной и горячей воды и вентиляционный канал. Чтобы вы понимали, только за последний год это третий объект, где изначально при проектировании не планировалось никаких цокольных этажей и даже подвалов. Но как вы видите, он здесь появился, функционал у него просто потрясающий, конечно же он дает определенные возможности и определенный комфорт при проживании. Не буду объяснять какой, каждый из вас может сам догадаться. Но что главное, чтобы вы поняли, если ваш земельный участок с уклоном, нестандартной формы, точнее у него нестандартная плоскость, иногда лучше пересчитать и доплатить на фундаменте, переплатить какие-то деньги, опять же высота цоколя, дополнительно монолитная плита в подвале, и естественно монолитная плита перекрытия тоже, она выходит чуть-чуть дороже. Но в общем, друзья, это пошел конструктив, вам это не нужно. Сама суть, смысл, который вы обязаны уловить. То есть вы переплачиваете немножко на строительстве нулевого этапа, но при этом получаете дополнительную площадь. А поверьте мне, один квадратный метр сегодня, даже в ЖК, стоит больших денег. И даже если на сегодняшний день вам не нужна никакая лишняя площадь, то нет стопроцентной гарантии, что завтра она вам не понадобится. У главного входа в дом расположено крыльцо с навесом площадью 5 квадратных метров. Основная его задача, конечно же, защитить от промокания при открывании и закрывании двери, но также, как вы видите, здесь есть возможность поставить скамейку для комфортного времяпровождения. Как я говорил ранее, состояние дома под чистовую отделку, что из себя представляет функционал его планировки. Комната-прихожая площадью 3,5 квадратных метров. Холл площадью 8 квадратных метров. Три спальные комнаты. Две комнаты площадью по 13 квадратных метров. И одна спальная комната площадью 11 квадратных метров. Санузел площадью 6 квадратных метров. Здесь уже вовсю приступили к чистовой отделке, но что я хочу сказать и точнее подтвердить слова, которые часто говорю, что любой санузел, площадь которого начинается от 6 квадратных метров, дает определенные положительные возможности при выборе и дальнейшем изготовлении проекта дизайна интерьера. Вот, допустим, вот этот санузел. Кроме стандарта, это инсталляция, раковина, гигиенический душ. Здесь будет построена душевая кабина, к ее строительству, как вы видите, уже приступили. И рядом будет стоять небольшая ванна. То есть, в одном санузле и душевая, и ванна. Если бы площадь данного санузла была менее 6 квадратных метров, ну, допустим, 4,5 или даже 5 квадратов, вот это уже ничего бы не получилось. Техническая комната болерная площадью 5,5 квадратных метров. И тут все по нашему стандарту в одноэтажных домах. Начиная от газового котла, коллекторной группы теплого пола с электронасосом, фильтр промывочный, фильтр грубой очистки со сменным картриджем, счетчик дублирующий, конечно же, щит с автоматами, рядом с которым в дальнейшем будет установлен щит с лоботочки. Есть место для стиральной и сушильной машины. В общем, техническая комната болерная, которая обязана быть в каждом частном доме. Ну и, конечно же, самое просторное и важное помещение этого дома. Кухня-гостиная площадью 25 квадратных метров с большой входной витражной группой, через которую мы попадаем на заднюю часть земельного участка. Электромонтажные работы, как и сантехнические в этом доме, проводились строго по проекту дизайн интерьера. И я всем людям говорю, какой бы у вас ни был ограниченный бюджет, программа минимум – это кухня-гостиная и санузел. Обязательно заказывайте проект дизайн интерьера. Не важно, у нас или у кого-либо другого, хотя мы тоже, кроме архитектурных проектов, также под любой вкус можем произвести изготовление проекта дизайн интерьера. Почему необходимо? Потому что здесь именно четкое понимание, в каком месте какой будет стоять прибор, какая техника, какая мебель. И все вот эти выводы согласно проекту дизайн интерьера. Друзья мои, можно, конечно, сделать примерно вокруг до около, как делает большинство, но потом, когда вы начнете расставлять мебель и технику, вы столкнетесь с тем, что какую-то точку нужно будет сместить вправо-влево. Хорошо, если вы собственноручно это можете сделать, а если не можете, вам придется что? Привлекать электрика, платить ему деньги. Зачем платить эти деньги потом и создавать лишние проблемы, когда сразу сделали проект дизайн интерьера по своим желаниям, и уже по этому проекту у вас и электрики, и сантехники, и чистовая отделка осуществляется строго проектом. Как вы видели, состояние данного земельного участка завершено примерно на 70%. Осталось только уложить тротуарную плитку, либо сделать печатный бетон, и, конечно же, газоны. Где-то что-то посадить, ну, возможно, там терраса, бассейн. Это уже совсем другая история, совсем другие масштабы. Сама суть. Периметр полностью закрыт, электроворота установлены, то есть нажатием кнопки спокойно подняли ворота, загнали автомобиль, еще раз нажали, ворота опустились, вы зашли в дом. Калитка тоже, вот ее скоро установят с электрозамком. Опять же, пришли к вам гости, нажали кнопочку, гости зашли, вы никуда не выходите с дома. Двор полностью закрыт. В любую погоду, на любую часть земельного участка вы пройдете не по грязи, потому что по периметру дома изготовлена отмостка, и, конечно же, автомобиль заезжает на монолитную плиту зоны парковки. К чему я сейчас все это рассказывал? Да к тому, что здесь выполнена программа «Максимум». Люди могут много лет жить, заниматься внутренней отделкой, покупкой, установкой мебели, техники, и, конечно же, решать вопросы по кредиту, потому что большинство людей приобретают на сегодняшний день дома в ипотеку, ну, либо добивают какую-то сумму. То есть много лет люди будут жить, и никакого дискомфорта они не будут испытывать. И, в принципе, по функционалу этого дома, вы теперь после обзора понимаете, что данный дом можно сравнивать с трехкомнатной квартирой только в финансовом плане. Во всем остальном квартира без шансов проигрывает этому дому, начиная от комфорта проживания, продолжая коммунальными платежами и многими другими интересными моментами. Для тех, у кого есть свой земельный участок, и они хотят построить такой домик на своем участке, им интересно, какова стоимость строительства и сроки. Так вот, стоимость строительства такого дома на сегодняшний день, конечно же, в таком состоянии, то есть подчистовую отделку, начинается от 55 тысяч рублей за один квадратный метр. В эту сумму, конечно же, входит полная стоимость всех строительных материалов и зарплаты строителей. Сроки строительства начинаются от трех с половиной до пяти месяцев. Друзья, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, на котором я делюсь разными интересными моментами с разных объектов. Обязательно подписывайтесь на него, он работает параллельно YouTube. Также, в этом году будет очень много интересных выпусков на нашем YouTube-канале, в том числе обзоров домов. Поэтому, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Если остались какие-либо вопросы по этому дому, комментарии открыты для всех, пишите, по возможности ответим. Ну и, наверное, на этой доброй ноте я с вами буду прощаться. Всем пока!